Всем привет, меня зовут Артём, и вы смотрите новости поп-культуры. В этом выпуске вы узнаете, какую тайну раскроют Вечны, чем отличается режиссёрская версия отряда самоубийц, как удивит Годзилла против Конга, что известно о продолжении Соло и кто станет злодеем сериала Ван Де Вижн. Поэтому хорош трепаться, или как говорится, cut the crime. Новости недели. Начну с новостей моего канала. На этой неделе я выпустил большой разбор трейлера «Киберпанк 2077», в котором не только показал все пасхалки отсылки к поп-культуре, но и рассказал об этой невероятно большой и интересной вселенной киберпанка. Видео вышло на целых 40 минут, и, судя по комментариям, большинство на очень понравилось. Его даже зарепостил официальный паблик игры ВКонтакте, чему я не сказано рад. В общем, посмотрите, нажав на всплывашку. А просыпайся, черт возьми, я тут киберпанка нарежу. Ну а теперь пришло время для новостей кино, которые в этот раз очень радуют, ведь киноиндустрия начинает меняться в пользу зрителей. Крупнейшая сеть кинотеатров AMC заключила партнерство со студией Universal, которая определенно повлияет на весь кинобизнес. Согласно этому договору, фильмы-студии появятся в онлайн-кинотеатре от AMC всего лишь спустя 17 дней после официальной премьеры в кино. До этого киностудии всегда держали окно в три месяца, чтобы фильмы успели собрать достаточно денег в кинотеатрах и лишь потом открывали к ним доступ. Теперь же мы сможем насладиться свежими картинами уже спустя две недели после релиза, однако стоимость таких фильмов первые три месяца будет значительно выше. Новые фильмы будут продаваться по цене в 20 долларов, и лишь спустя три месяца она опустится до привычной для онлайн-кинотеатров цены – в 3-5 долларов. И раз уж такая крупная студия, как Universal, пошла на такой рискованный шаг, учитывая популярность пиратских сайтов на рынке СНГ, то кажется, что и другие студии тоже пересмотрят свое отношение к релизам в кино. Но тем не менее кинотеатры не собираются сдаваться, и уже прогревают свои проекторы. Крупная американская киносеть Regal Cinema сообщила, что планирует открыть двери своих кинотеатров уже 21 августа, и в этот раз их уже ничто не остановит. И это, конечно же, радует компанию Warner Bros., ведь они незамедлительно анонсировали новую дату премьеры Нолановского шедевра «Теннет». В международном прокате фильм появится уже 26 августа, а вот российским зрителям придется подождать, ведь до наших кинотеатров он доберется лишь к 10 сентября. Вместе с анонсом даты студия выпустила и новый постер «Теннета», специально для кинотеатров IMAX, в котором можно увидеть аж четырех главных героев. Так что теперь я запутался еще сильнее. Но не только «Теннета» удивил IMAX. Французская компания Oma Cinema решила, что просто открыть двери кинотеатров будет недостаточно, и разработала концепт посткарантинного кинозала IMAX, который должен появиться в Париже уже в следующем году. Выглядит он, конечно, круто, но уж очень знакомо. Да, как вы сами заметили, его дизайн напоминает галактический сенат из «Звездных войн», который был придуман больше 20 лет назад. «Звездные войны» на прошлой неделе тоже обзавелись новостями. В сети начали появляться подтверждения слухов о том, что Disney Plus запускает в разработку сериальную версию истории о Хане Соло. Правда, самого Хана в проекте будет мало. Сюжетная линия закрутится вокруг Лэнда Калрисиана, которого вновь исполнит талантливый бунтарь Дональд Гловер. О спин-оффе Соло поговаривали еще в начале этого года. Правда, Disney немного насторожили кассовые сборы сольника Соло. Но, тем не менее, с момента выхода фильм собрал вокруг себя огромную толпу фанатов. И мне он, если честно, очень зашел. Сообщается, что события сериала будут разворачиваться в том же таймлайне, что и основная картина, то есть до событий «Новой надежды». Когда ждать официального анонса пока неизвестно, зато стало известно, что следующий крупный блокбастер о «Звездных войнах» стоит ждать еще не скоро. В прошлом году студия Disney объявила релизы трех пока еще безымянных фильмов на 2020, 2023 и 2026 год. Но кризис внес свои коррективы, и они перенесли проекты на год вперед. Так что первый фильм новой «Звездной саги» мы увидим аж 22 декабря 2023, 2, 19 декабря 2025, а финал трилогии состоится 17 декабря 2027. Зато новые «Мутанты» наконец-то вышли на финишную прямую, что в очередной раз подтвердил новый трейлер. Во время прошедшего Комик-Кона, который был небогат на анонсы, показали новый трейлер супергеройского хоррора от студии «Фокс». А затем кто-то слил в сеть первые две минуты фильма для самых нетерпеливых. Но ждать осталось недолго. Фильм выйдет в прокат уже 28 августа. А режиссер картины Джош Бун, кстати, подтвердил, что фильм не будет связан с киновселенной Марвел, а также что планов на сиквел пока что нет, но всё зависит от зрителей. Было бы странно, если бы в этом фильме появился Росомаха. У мутантов свой особый тон, и эта эстетика – это их фишка. Так что было бы странно увидеть их рядом с другими героями. Но, как по мне, если фанаты их полюбят, то мы с удовольствием сделаем продолжение. Также на Комик-Коне засветили третий сезон «Пацанов», который будет состоять из восьми эпизодов. Ну а второй сезон готовится к выходу на Амазон Прайм уже 4 сентября. И это не единственные супергерои, которые спешат на стриминг от Амазона. Один из создателей «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман объявил о разработке нового мультсериала «Непобедимый» или же «Инвенсибл», который основан на одноименной серии комиксов Киркмана. В центре сюжета стоит обычный старшеклассник Марк Грейсон, который живёт вполне нормальной жизнью, за исключением одной мелочи. Отец Марка – Норман – самый могущественный супергерой на планете по прозвищу «Омнимэн». И в возрасте 17 лет Марк обнаруживает, что способности отца передались ему по наследству, поскольку Норман принадлежит к расе Вильтруметов – первооткрывателей галактики, прибывших на Землю с просветительской миссией. «Непобедимый» должен появиться на Амазон Прайм уже в этом году. Также Киркман порадовал фанатов «Ходячих» новостью о сольном фильме во вселенной, который расскажет историю Рика Граймса. По его словам, сольник Рика будет похож на Логана, что не может не радовать. Порадовал зрителей сногсшибательный британский дуэт «Пэг Фрост». Безбашная парочка осенью этого года планирует выпустить первый сезон комедийного ужастика «Искатели правды». В нем они, вооружившись кучей гаджетов, будут расследовать паранормальные явления по всей Британии и поймут, что оказались в центре мирового заговора. Marvel, как вы помните, решили пропустить этот домашний Комик-кон, чтобы устроить свое онлайн-мероприятие уже в августе, но это не уберегло их от утечек. В своем инстаграме актер Дон Ли, которому досталась роль Гильгамеша в будущем проекте, запостил фото команды Вечных. За размытыми силуэтами сложно узнать конкретных героев, но это и не важно, ведь самое интересное находится позади них. На фоне можно заметить шесть светящихся точек, которые определенно срисованы с головы Целестиала Эсона-Искателя, которого мы видели в «Страже галактики». В фильме команда Звездного Лорда видела флешбеки, которые говорили о том, что Эсон-Искатель был предыдущим владельцем Камня Силы и с помощью него истребил целую планету. Целестиалы — это одни из самых могущественных существ в вселенной Марвел, поэтому в комиксах Вечные всегда старались избегать конфликта с ними. Но, видимо, в фильме они не смогут дать заднюю, и именно эта битва объяснит, как Целестиал распрощался с Фиолетовым Камнем Бесконечности. Еще одну таинственную сцену из киновселенной могут разъяснить в сериале «Сокол и Зимний Солдат». Есть вероятность, что создатели сериала расскажут нам, почему Хукай переобулся в Ронина и так беспощадно крошил свои катаны членов Якудзы. Согласно обновленному кастингу на сайте МДБ, в сериале появится несколько членов банды Якудза. Какие именно события будут связаны с этим японским кланом, неизвестно, но начинает казаться, что в сериале появится и Ронин, и мы узнаем, чем же ему не угодили эти азиатские бандиты. Правда, когда именно мы это узнаем, мы так и не узнали. Изначально сериал планировали выпустить уже в августе этого года, но на прошлой неделе Дисней опубликовали список обновленных дат, и сериала там и вовсе не оказалось. Видимо, сначала студия хочет убедиться в том, что «Черная вдова» попадет на экраны первой, ведь именно ее события должны запустить новую фазу киновселенной. Поэтому неудивительно, что и приквел «Человека-паука» с Томом Холландом тоже оказался перенесен с 5 ноября на 17 декабря 2021 года. А это значит, что у нас становится все больше шансов получить супергеройскую рождественскую сказку. Но не все проекты Марвел затронула волна переносов. The Hollywood Reporter недавно заявлял, что сериал «Ванда Вижен» перенесен на весну 2021 года, но недавно забрал свои слова обратно. Все-таки «Ванду Вижена» мы увидим в конце 2020-го, как и планировалось, и кажется, в сериале нас ждет еще одна злая волшебница. Судя по сливу, актриса Кэтрин Хан, которая стала суперизвестной после фильма «Очень плохие мамочки», была замечена на съемках в средневековом костюме, и вокруг нее явно были заметны следы магии. Правда, улика уже пропала из сети. Дисней быстро потерли слив со всех источников, даже с независимого реддита. Имя Кэтрин Хан уже давно светилось в списках ролей, но до сих пор про ее персонажа не было никакой информации, но теперь начинает казаться, что она сыграет роль Агаты Харкнес, наставниц Ванды из комиксов. В эти выходные также прошел онлайн-фестиваль «Джастис Кон», на котором Зак Снайдер показал черный костюм Супермена. Конечно же, миллионы фанатов после новостей о том, что на фестивале покажут тизер, ждали нечто большее, чем просто перекрашенный костюм человека из стали. Но зато нас уверили, что полноценный трейлер мы точно увидим уже через месяц, во время DC-фандом, и именно тогда станет понятно, будет ли Снайдер Кат новым ирландцем, или же его разобьют на серии. По словам режиссера, уже сейчас продолжительность Снайдер Ката составляет 3 часа 34 минуты, и это далеко не окончательный хронометраж. «Я намекал, что фильм может идти 214 минут. Теперь же все идет к тому, что он будет длиннее. Так волнительно то, что мы сможем показать этот новый материал фанатам, а не увидят все эти безумные потрясающие новые эпизоды. Я думаю, это будет шикарно». Ранее Зак Снайдер уже говорил, что его материала хватит на 5 с лишним часов. Также в интервью с Грейс Рэндалф из «Бианда Трейлер» режиссер ответил на волнующий всех фанатов вопрос, как его версия Лиги вписывается в таймлайн киновселенной DC. Снайдер ясно дал понять, что его версию не обязательно считать частью уже выстроенной киновселенной. Одна из сильных сторон DC – это своего рода концепция мультивселенной. Они ставят режиссера перед собой и говорят «Мы хотим услышать твое мнение, бери этих персонажей и покажи, что ты с ними можешь сделать». Но все фильмы DC заканчиваются ровно на том моменте, где начинается «Моя Лига Справедливости». Правда, режиссер не отрицает, что некоторые моменты только укрепят структуру «Человека из стали» и «Бэтмена против Супермена», который он сам снял для DC. На Джастисконе режиссер также твердо сказал о том, что никаких следов Уидона в его лиге и близко не будет. Все кадры, которые войдут в Снайдеркад, он использует исключительно из своего отснятого материала. Дэвид Эйр, кажется, тоже пошел по стопам Снайдера и продолжает делиться кадрами и вырезанными сценами своей версии «Отряда самоубийц». На этот раз Эйр выложил в Инстаграм сценарий финальной сцены с Джокером, который не попал в фильм. В ней мы могли увидеть, как Джокер выжил после крушения вертолета, объединился с Чародейкой, а затем отнял в Аманду Уолларб Детонатор, которому она угрожала отряду, и приказал Харли вернуть меч Чародейке, оставив ее перед непростым выбором. Один поклонник спросил режиссера, сняли ли они эту сцену, и Эйр ответил утвердительно. Но, несмотря на это, режиссерской версии «Отряда» ждать особо не стоит, ведь Warner Bros. ясно дали понять и режиссеру, и зрителям, что для Зака Снайдера и его лиги было сделано исключение. Поэтому Эйр попытался объяснить на словах, чем же его версия отличается от театральной. Наверное, самым большим отличием является более темный и более серьезный тон повествования, меньше глупых шуток и больше мрачной музыки. Также Эйр Катт сохранил жизнь Эль Диабло. В театральной версии он не смог пережить битву с Инкубасом, но на слитых кадрах можно было увидеть горячего мексиканца в самом конце фильма. В обрезанной версии Катана потерялась еще в самом начале фильма, и не привнесла в него никакого развития сюжета, но Эйр в своей версии уготовил для нее более серьезную роль. В режиссерской нарезке Чародейка овладевает Катаной и делает ее настоящей занозой в задницах отряда. В конечном итоге Молчаливая Убийца должна была стать одним из ключевых персонажей картины. Самой Чародейки тоже должно было быть больше. Ну а некоторые эпизоды и вовсе заставляли застыть от жути. Ворнеры серьезно порезали становление перед зрителями Джокера, как действительно отмороженного ублюдка. К примеру, его расправа над головорезом монстром Ти выглядела намного мрачнее, чем просто пуля в лоб. После того, как бандит чем-то насолил королю преступного мира, Джокер свел его с ума, доведя до самоубийства. Еще один момент, который должен был проявиться более ярко, это садистские отношения Харли и Джокера. Театральная версия максимально смягчает жестокое обращение шутника над Квинн, и они в итоге остаются вместе до самого конца. Эйр же хотел показать более токсичные отношения, которые в конце концов должны были отвернуть Харли от ее ненаглядного. И тут под ее балконом должен был появиться Ромео Дэдшот. Да, в режиссерской версии их легкий флер должен был перерасти в настоящую любовную линию. Искренней любовью к Бэтмену Мэтта Ривза проникся и Холин Фаррелл, который сыграл в фильме «Пингвина». В своем недавнем интервью для SFX Magazine актер рассыпался комплиментами о предстоящем фильме. «Я смотрел фильм о Бэтмене со своими детьми, но этот сценарий кажется невероятно оригинальным. Он опирается на источник, но ничего не заимствует. Фильм рожден мифологией этого персонажа, Брюса Уэйна, Бэтмена и Готэма. Похожих версий Бэтмена я раньше не видел». Актер подчеркнул, что он в восторге от возможности быть причастным к этой вселенной, ведь все эти перспективы действительно захватывают дух. Фаррелл признался, что экранного времени у него будет немного, а вот насколько персонаж будет важен для сюжета, пока еще неизвестно. К примеру Бэтмена Мэтта Ривза пока не переносили, фильм все еще должен выйти на экраны 1 октября 2021 года. Хотя не всем проектам DC везет с устойчивыми сроками. Недавно стало известно, что Черного Адама вновь перенесли, и камеры на съемочной площадке запустят не раньше следующего года. The Hollywood Reporter также сообщает, что прежде чем взяться за Черного Адама, Дуэйну Скале нужно еще закончить съемки в проекте от Netflix под названием «Красное уведомление». Поэтому изначальный релиз, который планировался в декабре следующего года, по всей видимости тоже перенесут. В проекте «Годзилла против Кинг-Конга» также появилось несколько утечек, которые могут заранее рассказать о важных моментах предстоящей картины. В твиттере «Филинфильмподкаст» появилось детальное изображение двух титанов, которые столкнулись в битве на авианосце. Такой же кадр можно было увидеть на упаковке игрушек «Годзилла против Конга» от компании Playmates. Этот скриншот также дает поклонникам понимание того, как изменился Конг за 45 лет после событий «Острова Конга». Малыш неплохо так вымахал. Теперь сверхъестественная горилла ростом с саму Годзиллу, а эту на секундочку около 120 метров в высоту. Рядом с этим изображением есть надпись, которая намекает на сюжет картины. Две самые могущественные силы природы сталкиваются в захватывающей битве века. Война монстров бушует на поверхности и в глубине нашего мира. И вскоре человечество откроет для себя тайное царство титанов под названием «Пустотилая земля». Интересные детали фильма подчеркивают и сами игрушки. В картине мы, скорее всего, увидим, как гигантский ящер откусит немалый кусок гориллы, ведь на фигурке Конга можно заметить огромную рваную рану на правой руке. И, казалось бы, Конгу нечего даже рыпаться против титана с непробиваемой кожей и ядерным дыханием, но выяснилось, что горилла соорудит в себе грозное оружие, которое может дать ей преимущество. К игрушке Кинг-Конга прилагается огромный боевой топор, который обязан появиться в фильме. Топор войны внезапно снова появился между двумя титанами Голливуда – Микки Рурком и Робертом Де Ниро. Видимо, из-за карантина Микки решил припомнить старый конфликт, который разгорелся у него с коллегой Де Ниро на съемках картины «Сердце ангела». Впервые на одной площадке они встретились больше 30 лет назад, в 1987 году, и это была их единственная совместная работа. На съемках они что-то не поделили, но что именно, никто из них никогда не упоминал даже вскользь. По словам Рурка, этот раздор даже помешал ему сняться в «Ирландце» Мартина Скорцезе, где одну из главных ролей играет Де Ниро. И вот искра ненависти мелькнула между актерами снова. «Эй, Де Ниро, да, я с тобой говорю, гребаный ты плаксая. Мой друг недавно рассказал, что пару месяцев назад ты сказал в какой-то газете, что Микки Рурк лжец, он постоянно несет всякую чушь. Послушай, мистер крутой парень в фильмах, ты первый человек, который когда-либо назвал меня лжецом публично. Я тебе так скажу, сопляк. Когда я тебя увижу, то клянусь богом, клянусь бабушкой, братом и всеми своими собаками, я тебя жестко и на 100% унижу». По словам Рурка, до личного знакомства он восхищался Де Ниро, но потом он увидел его насквозь. И все же провокатор первых ссоры 1987 года, скорее всего, был сам Микки, поскольку режиссер фильма «Сердце ангела», Алан Паркер однажды заявил, что Рурк был сущим кошмаром на съемочной площадке. «Ну, не только Де Ниро попал под раздачу Рурка, но и Илон Маск». Как вы наверняка уже слышали из других источников, ведь интернет трубит об этом из каждого угла, Джонни Депп пригрозил отрезать детородный орган Илона Маска за то, что тот якобы крутил роман с бывшей женой Деппа, Эмбер Хёрд, пока они еще состояли в браке. Илон, конечно же, это отрицает, и в ответ Джонни предложил ему устроить поединок на ринге. Джонни вряд ли согласится, ведь он против насилия, именно из-за этого он судится со своей бывшей женой. А вот Микки Рурк, который в прошлом боксер по прозвищу Мариолита, загорел с идеей повторить его былые дни, и сам предложил Илону схлестнуться на ринге. «Я только что прочитал, что Маск вызвал Джонни на бой. У меня есть идея получше. Если Маск хочет подраться, то почему бы ему не выбрать кого-то своей комплекции? Я бы с радостью проучил этого мистера здоровяка. Он может биться кулаками, коленями и локтями, а я буду сражаться одной левой. Мы можем поставить 200 тысяч долларов на кон. Победитель забирает все и больше никаких правил. Вместо того, чтобы бросать вызов 60-килограммовому парню, я вызываю тебя с наитеплейшими пожеланиями Микки Мариолита Рурк». Как думаете, кто кого? Делайте ставки. Ну а я надеюсь, что победит дружба. Кстати, о друзьях. В сети продолжают появляться новые подробности спецвыпуска знаменитого сериала. На днях исполнитель роли Росса Дэвид Швиммер удаленно посетил студию Джимми Феллона. По видеосвязи они обсудили некоторые детали спецвыпуска с участием всех ключевых актеров сериала. «Спецвыпуск будет в основном импровизацией. В нем не будет сценария. Он представляет собой веселое интервью с большим количеством сюрпризов для зрителей. Съемки должны возобновиться в середине августа, но, честно говоря, нам бы хотелось подождать еще несколько недель, когда это действительно станет безопасно». Зато кирпичики Тетриса сложились удачно, и нас ждет экранизация знаменитой игры. Да, вы не ослышались. Нас ждет фильм Тетрис, который расскажет об ужесточенной юридической борьбе за права на главную игру 20 века. И ключевую роль в этом фильме сыграет звезда Кингсмен Террен Эджертон. Он воплотит на экране образ геймдизайнера-бизнесмена Хэнка Роджерса, который помог вернуть Алексея Пажетнову создателю Тетриса права на свой шедевр. Режиссером фильма выступит создатель «Винила и грязи» Джон С. Бейерт. В игровой индустрии на прошлой неделе все внимание на себя перетянули ребята из Microsoft, которые показали грядущие игры для их новой консоли. Самая крышесносная вещь, которую они показали, это, конечно же, тизер второго Сталкера. GSC Game World неожиданно для всего комьюнити показала дебютный трейлер Stalker 2. Игра станет временным эксклюзивом для Microsoft. По словам разработчиков, это крупнейшая игра студии. В ней помещается бесшовный открытый мир и обновленная система A-Life 2.0, благодаря которой персонажи-мутанты будут жить даже без игрока. В игре будет эпический нелинейный сюжет. Ваш выбор повлияет как на краткосрочные последствия, так и на глобальные результаты. Stalker 2 — это самостоятельный проект, которым можно наслаждаться, но в то же время мы рекомендуем завершить предыдущие части серии для максимального погружения. Разработчики сообщили, что аномалия, которая появилась в трейлере, — это нечто новое. Фанатам не давал покоя другой вопрос. Кого показали в конце ролика? Главного героя или второстепенного персонажа? Авторы ответили коротко. Это Stalker — герой зоны. Кроме того, разработчики обещают, что в новом Stalker также будет несколько концовок. Microsoft уже официально сообщили, что Stalker 2 выйдет в 2021 году. Его релиз состоится на Xbox Series X и ПК. Но если Stalker был главной новостью для наших игроков, американского геймера больше заинтересовал их родной Halo Infinite. Судя по 8 минутам геймплея, в новой части Halo игроков ждет «Открытый мир» и «Крюк-кошка». Релиз состоится в конце этого года. Честно говоря, я не играл ни в одну часть Halo, поэтому даже не знаю, за что ее любят игроки. Ну а если среди вас есть фанаты, то напишите в комментариях, чем же она так хороша. Следом за Halo показали короткий тизер «Зомби-выживалки» State of Decay 3, в котором показали оленя-зомби. Игра будет эксклюзивом для Xbox Series X. Разработчики посоветовали не ждать релиза в скором времени и сообщили, что на текущем поколении консолей она не появится. После этого к зрителям вышел глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, который снова напомнил, что компания смогла создать самую мощную консоль из когда-либо существующих. И в качестве доказательства этому он представил видео новой части гоночной франшизы Forza, которая выглядит словно синематик. И если бы не надпись «Видео сделано на игровом движке», я бы и не подумал, что это игровая графика. Так что становится неудивительно, что Гейб Ньюэлл выбрал консоль от Microsoft, когда его спросили, какая приставка лучше из нового поколения. В это Рождество выходят новые консоли – PlayStation и Xbox. Какая из них лучше? Xbox. Порадовали также ребята из Obsidian Entertainment, которые показали трейлер-заменителя Skyrim – Avow. И в сеть уже утекли некоторые подробности игры. Нам обещают живой, богатый, открытый мир, который больше, чем в Skyrim, микрофизику рек, огромных боссов, богов и многое другое. С полным списком вы можете познакомиться в нашей игровой группе ВКонтакте «Cut the Frag» или в нашем игровом телеграм-канале «Cut the Frag». Ссылки будут в описании. Закончилась презентация внезапным трейлером новой части Fable. Помимо Microsoft, меня также порадовал и новый геймплейный трейлер Star Wars Quadrons. Ведь сам того не осознавая, я оказался фанатом космических симуляторов и жду не дождусь, сесть за штурвал X-Wing или Tie Fighter. Star Wars Quadrons выходит уже 2 октября. Но перед ней нам предстоит вспомнить былые дни и погрузиться в «Город забытых небес» в ремейке «Мафии», о котором тоже появились новые подробности. Студия Hangar 13 сообщили, что хотят сделать свой ремейк на уровне ремейка Resident Evil 2. Для этого они решили позаимствовать механику стрельбы у «Мафии 3», а вот рукопашный бой полностью изменили. Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкман рассказал, что миссия с гонкой останется такой же сложной, как и в оригинале. Если коротко, то да, миссия с гонкой будет сложной. Я думаю, что это часть очарования оригинала, и для некоторых игроков именно сложности делает задание великим. Правда, они добавят чит, и её можно будет пропустить в любой момент. В своё время я прошёл её раза в 17-го и потратил на это несколько дней, но это действительно сделало победу по-настоящему сладкой. Разработчики также поделились изменениями в городе игры и показали его карту. Районы города будут очень сильно отличаться друг от друга визуально, и каждый из них будет иметь свой шарм и атмосферу у разное время суток. Инфраструктура города тоже поменялась. В нём добавилось множество новых зданий и аллей, в которых можно будет скрываться от полиции, а также значительно увеличился транспортный поток. Помимо этого, во время заданий навигация не будет показывать кратчайший путь, так как в таком случае игроки в каждой миссии выезжали бы на одни и те же трассы. Теперь игра будет мотивировать нас изучать город и вести через разные живописные улицы. Mafia Definitive Edition выйдет 25 сентября. Не отстаёт от конкурентов и студия Ubisoft. Французы выложили в сеть новый трейлер Watch Dogs Legion. В нём игрокам показали, как создать отряд сопротивления в Лондоне. Релиз игры запланирован на 29 октября. Также японский манга Кодзюнзи Ито сообщил, что Хидео Кодзима пригласил его работать над его новой игрой в жанре хоррор. Художник также заявил, что проект пока что только на стадии обсуждения. Ну а в ноябре прошлого года Кодзима сам писал, что собирается сделать наистрашнейшую игру, и судя по пяти у него это получится. Ну а Rockstar Games выпустили трейлер обновления для Red Dead Online под названием Naturalist. Оно добавило в игру новую работу по поиску редких животных. В лесах теперь будут появляться пумы, лисы, кабаны, волки, бобры, бизоны и вопития. Ну а самой крутой новостью лично для меня снова стал Flight Simulator от Microsoft. Как вы помните, в этой игре нам будет доступна вся наша планета со всеми её достопримечательностями, невероятно детальные атмосферные эффекты и просто сногсшибательная графика. Ну а вчера страница игры появилась в Стиме, и как стало известно, в игре будет поддержка виртуальной реальности. Разработчики не назвали точной даты релиза этой функции, но сказали, что она будет готова к выходу очков HP Reverb G2, которые должны появиться на рынке этой осенью. Сама игра выходит уже 18 августа. Громких релизов на прошлой неделе не было, ну а я продолжаю смотреть Атаку Титанов. Вот уже почти досмотрел третий сезон, и в голове просто не укладывается такое количество сюжетных поворотов. Ну а на видеоигры времени пока что не было. Я делал разбор Киберпанка, ну и периодически заходил в Стар Ситизен, просто чтобы отдохнуть. Эта игра сносит крышу. Если вы любите космос, любите Киберпанк, если вы любите открытые вселенные огромные, то обязательно посмотрите какие-нибудь видосы по этой игре. Я, честно говоря, не могу никакие каналы посоветовать, потому что я так выборочно просто пишу Стар Ситизен в Ютюбе и что-нибудь смотрю. В общем, игра действительно сносит крышу. Если вдруг вам захочется поиграть, и вы решитесь её купить, то можете использовать мой реферальный код. Вам это даст 5000 кредитов, может хватить на какой-нибудь рюкзак, ну или на оружие на какой-нибудь. Я, честно говоря, не знаю, что даст это мне, но ради интереса можете попробовать ввести мой реферальный код. Я его оставлю в описании. Ну что ж, это были все интересные новости, о которых я хотел вам рассказать. Так что не забывайте поставить свой информационный лайк, если вам понравился этот видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход следующего. Ну а я уже начинаю резать ещё один большой разбор. Кстати, скоро будет новая серия рубрики «Знакомое кино». Как думаете, о какой игре? Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Кадыкран. Мы режем киноленты. Фотоаппарат «Знакомое кино».